Здравствуйте! В эфире телеканал Этон ТВ, программа Деньги. Веду ее сегодня я, Александр Гурарье. И речь у нас сегодня пойдет о ситуации в банковской системе, о проблемах, связанных с переводами денег в Израиль, которые затрудняются нашими банками и прочих неприятных моментах, с которыми сталкиваются сейчас не только новые репатрианты, которые приезжают в нашу страну, но и бизнесмены, которые по каким бы то ни было причинам имеют взаимоотношения с партнерами за границей и сталкиваются с этой ситуацией тоже. На связи с нашей студией бизнес-консультант, экономист Цви Турев. Цви, добрый вечер. Добрый вечер. Цви, ну мы где-то месяц назад примерно беседовали, мы дадим ссылку на эту программу, мы беседовали по поводу вот этих вот самых проблем, по поводу того, что банки отказывают, вплоть до того, что отказывают новым репатриантам открывать счет, отказываются открывать счета в некоторых банках и так далее. Переводы денег крайне затруднены, люди продают квартиры за границей и не могут перевести эти деньги. Что происходит сейчас, какие изменения произошли на рынке банковских услуг? Давайте так, сначала в целом изменим в лучшую сторону. Банки более-менее адаптировались к той ситуации, которая сложилась сейчас. Что значит адаптироваться? Ну, во-первых, начнем с открытия счетов. В счет открыть новую репатрианту банк обязан. Ему просто нужно в царстве на аксорции куда-то получать. То есть с этим проблем не было с открытием счетов непосредственно. Единственное, что есть банки, у которых есть, скажем, такое правило, банк Мизрахи, он говорит, у нас есть специальное отделение, которое специализируется на новых репатриантах. Идите туда. Почему? Потому что новый репатриант, особенно с двойным гражданством, с точки зрения банка, это иностранный гражданин, значит, к нему относятся соответствующим образом, и когда же специалисты этим занимались. Но это исключение исправило. А так, в принципе, каждый банк обязан открыть самый простой счет новому репатрианту. Была проблема с переводом денег. Проблема с переводом денег и с приемом наличных. Хотя формально ограничения по ввозу наличных не существует, причем до 50 тысяч шекелей в валюте можно ввозить даже не декларируя. Свыше нужно декларировать. Тем не менее, банки напрочь отказывались принимать наличные деньги, объясняя это тем, что, первое, наличные деньги – это способ, скажем, укрывания доходов от налогообложения. Второе – мы не можем подтвердить, что эти деньги имеют легальный случай. Ну и просто, бог и слова, на букву «Р» сегодня было токсично. Скажем, все, что касалось России, это было еще проблематично. – Свей, я заберусь перебить. Мы в прошлый раз говорили о том, что, может быть, имеет смысл людям, которые ввозят наличные даже в сумме до 50 тысяч шекелей, пройти и задекларировать их для того, чтобы потом было легче с банком разбираться? – Возможно, но я не уверен, что просто наша таможня это сделает. Скажите, зачем вам декларировать? Идите свободно. Это же бюрократия, там все чиновники. Творческий подход здесь не очень подойдет. Но не важно. Важно другое. Что изменилось? Первое – переводы. Банки начали принимать переводы. То, о чем мы говорили, это правило. Сначала прийти в банк, сначала все оговорить, объяснить, что за деньги, источник их происхождения. Узнать банки, какие документы нужно представить. Вот если вы так действуете, то сегодня банки, в принципе, начали принимать переводы. – То есть, я еще раз поясню. Прежде чем осуществить перевод на свой расчетный счет в Израиле из-за границы, необходимо обратиться в свое отделение банка. Желательно иметь на руках документы, подтверждающие источник… – До документов. Общий принцип – прийти и спросить. Вот у меня есть деньги за границей, я продал квартиру, у меня есть дивиденды от моего бизнеса, неважно. Вот это источник этих денег. Я накопил их тяжелым трудом, в конце концов. – Я хочу их перевести в Израиль, к вам на свой счет, на свой счет в вашем банке. – Что мне вам представить? Какие документы? В основном банки говорят, вот вам перечень документов. Мне тут представили недавно из банка «Дисконт», там на трех листах декларацию, которую нужно заполнить, бедные репатрианты. Декларация вся на русском, на иврите, и там вообще ничего им заполнять на самом деле не нужно, но это сделали такую декларацию. И суть важна. Важно, что банки готовы дать перечень документов, готовы эти документы рассмотреть и принимают деньги. Все в порядке, переводите. Даже, вот я знаю людей, которые перевели сначала деньги, потом побежали в банк. Банк эти деньги замораживает, как в фильме «Пропочталин Печкина». Я вам посылку не отдам. Для вас есть посылка, но вам посылку я не отдам. То же самое. Пока вы не принесете документы. Документы приносите, и деньги наконец попадают на счет. То есть система заработала. Поэтому для всех новых репатриантов хотите перебросить сюда деньги, сначала идете в банк, сначала все оговариваете, узнаете какие документы, сначала их приносите. И пусть только банк сказал, да, все в порядке, нет проблем, делаете перевод, проблем быть не должно. Наличные деньги, небольшие суммы, примерно, скажем, до 10 тысяч долларов тоже банки начали принимать со скрипом, с ворчанием. Но, особенно, если ты вот только пересек границу, приехал, вот я приехал, мне нужно открыть счет, чтобы получить консультацию, я с тобой привез пачка долларов. Принимают. Хуже, когда человек, скажем, репатриировался в 2018 году формально, а приехал только сейчас. Банки на него смотрят с гораздо большим подозрением, когда он приносит наличие. Это касается наличия. А вот те совсем свежие репатрианты, которые только сейчас пересекли границу, у них деньги не принимают. Даже не задекларированные, но маленькие суммы. Ну и, естественно, большие суммы с декларацией. Ну, понятно, что лучше, конечно, с наличными деньгами дело не иметь. Ну, стараться, да. Стараться этого не делать, но не у всех так получается. Цви, давайте поговорим про бизнес. Все-таки у нас программа больше касается бизнеса. Люди, которые приезжают в Израиль, которые хотят открыть здесь свой бизнес, которые, занимаясь бизнесом, может быть, в стране исхода, за границей, сталкиваются с определенными проблемами. Ну, первая же проблема, понятно, там, не знание языка, не знание ментальности, не знание законодательства. Давай сейчас поговорим о том, какие существуют в Израиле системы поддержки малого бизнеса. То есть, каким образом и куда обращаться человеку. Вот приехал новый репатриант или там не совсем новый. Да, приехал, и он собирается, хочет узнать вообще, получить информацию, как ему заниматься бизнесом, где, куда ему обращаться. И, так сказать, я, конечно, сразу же оставляю за скобками всевозможные там объявления, которые публикуются в средствах массовой информации. Там суда на любые цели, там, да, там под низкий процент. То есть, понятно, что это разводки, да. Теперь давайте все-таки поговорим о серьезных источниках, в которые нужно обращаться. Ну, начнем вот с чего я, там, с вступления, да. Не надо никуда спешить. Худший вариант, когда человек прилетел три дня в стране и уже хочет открыть бизнес. За исключением тех случаев, когда он привозит бизнес с собой. То есть, сейчас очень много ведь тех, кто на самом деле от безвыходности, от несчастья, а не то, что не хотел жить в Израиле, приезжает сюда со своим бизнесом. Он программист, у него клиент в Австралии или там, не знаю, во Франции. И этот клиент просто затрудняется его платить в России. Ну, и вообще там как бы проблемы. Человек переезжает сюда и хочет продолжать делать все то же самое, только как израильские предприниматели. Тут, я понимаю, тут ему надо быстро себя оформить. Во всех остальных случаях, когда речь идет о реальном создании бизнеса на территории Израиля, первое, не спешить, потому что, действительно, слишком отличается страна, отличаются люди, отличаются порядки, надо подготовиться. Причем, первая вещь, которая нужна, это хоть минимально, но освоить вид. То есть, прожить без иврита в Израиле можно, а вот бизнес вести не получится. Так или иначе, даже если ваши клиенты за рубежом, даже есть русскоязычные клиенты, но вот сама работа бизнеса, элементарные некоторые вещи требуют иврита. Даже зарегистрироваться, человек сегодня может зарегистрировать свой бизнес сам, но не зная иврита как, не всегда у него есть те, кто ему помог. Поэтому спешить не надо. Второе. В порядке подготовки, прежде чем перейдем к системам. Ну, изучить рынок, изучить людей, понять, как это здесь работает. Ну, не все так похоже, как… Это касается репатриантов не только из России, а и Америки, и Франции. Одно и то же. Ну, изучить немножко, посмотреть. Лучшая школа пойти в этой области поработать. Тут на меня обижаются. Гонишь ты нас работать, а не бизнес создавать. Я говорю, нет, я вас не гоню работать. Я вас гоню учить ваш будущий бизнес, изучать рынок, изучать клиентов, знакомиться с поставщиками и так далее. И вам еще будут за это приплачивать. В отличие от любых профессиональных курсов, за которые… То есть, получать профессиональный опыт и за этот опыт… Конечно. Добавить к своему профессиональному опыту прошлого. Здесь вместо профессионального опыта, то есть язык. Профессиональный язык ни один ульпан не даст, никто не даст. Только поработав в этой области, вы хоть чуть-чуть наберетесь вот этого вот… То, что отличает специалиста от неспециалиста. Язык, да? Профессиональный язык. Терминология. Тридцать, сорок, пятьдесят слов, которые нужно знать, но их нигде не найти. До словарей толком нету. Вот. Теперь. Не надо оставаться один на один с проблемами или с советчиками. Типа, вот мой дядя, у него 30-30 года бизнес, он мне все рассказал. Это не самый лучший. Значит, два министерства проводят программу. В первую очередь, я говорю сейчас о министерстве абсорбции для новых репатриантов. Эта программа позволяет, ну скажем так, ответить на 90% вопросов, которые возникают у человека, который хочет создать новую страну бизнес. Остальные 10% он будет изучать на практике методом проб и ошибок, но на 90% ответы он получит. В рамках этой программы регулярно проходит семинар, на которых объясняется техническая сторона ведения бизнеса. Причем это на пяти языках проходит. Еврей, английский, французский, испанский, ну и русский, естественно. Я хотел бы уточнить, то есть мы говорим сейчас о программе, но я хочу отыграть немножко на пол ступеньки назад и поговорить о том, кто эти программы предоставляет. Ты говоришь, да, совершенно правильно, это министерство абсорбции, да. Но надо объяснить, что в Израиле действует система поддержки малого бизнеса, которой занимаются специальные организации, некоммерческие, как правило, организации типа МАТИ, Центр поддержки деловой инициативы, которые формально разделили Израиль на определенные, так сказать, части, да, регионы. То есть они не сами разделили, это разделено как бы государством, они просто участвуют в конкурсе на обслуживание того или иного региона. В частности, вот, пожалуйста, поясните, в каких регионах кто работает, да, и куда должен человек обращаться вот по месту жительства? Значит, начнем все, да. Значит, министерство абсорбции разделило Израиль на регионы. Значит, есть центральный регион, Ашарон – это район Мамитании, север, юг – Иерусалим. Вот, пять центров. Значит, мы давайте договоримся так, я пришлю, вы поставите просто ссылки, если надо, на координатных центров, и эти же координаты есть на сайте министерства абсорбции. И там можно их найти. Далее. Есть Общеизраильский центр деловой информации, куда можно обратиться или по электронной почте, или по телефону. И, значит, с репетриантом связывается кто-то из консультантов на соответствующем языке, в котором обращались, и дает первоначальные консультации, и направляет тоже в соответствующий центр, зависит от того, где он живет. Если репетриант переезжает из одного района в другой, он совершенно спокойно может перейти, естественно, в другой центр, продолжать там получать поддержку. Правда, с этими центрами бывают некоторые проблемы. Например, вдруг кончается второй центр в бюджет. Но эти проблемы так или иначе как-то решают. То есть, слишком хорошо работали, и бюджет закончился раньше. Да, очень много репетриантов приезжает, и не рассчитались с бюджетом, и возникают, наверное, такие моменты. Это нормально, эти ошибки происходят регулярно. Надо еще раз, очевидно, пояснить и подчеркнуть, что вот эти центры поддержки деловой инициативы являются некоммерческими организациями. То есть, они не нацелены на извлечение прибыли. Значит, для новых репетриантов до 10 лет в стране услуги, практически все услуги, там, может быть, за некоторым исключением, оказываются абсолютно бесплатно. Теперь давайте перечислим вообще, какой спектр услуг может получить человек. Вот он обращается либо в этот центр Переминистерства абсорбции, либо он обращается в территориальное отделение МАТИ, Центра поддержки деловой инициативы там регистрируется, его там, так сказать, записывают, вносят в систему. Дальше, что можно получить, какие услуги можно получить вот в этих центрах поддержки деловой инициативы? Секундочку, до этого. В местных отделениях Министерства абсорбции раз в неделю, как правило, консультанты вот этих центров тоже принимают. То есть, если не нашли телефоны, там, на сайте еще не нашли, то достаточно просто обратиться к своему куратору в Министерстве абсорбции и сказать, что вот мне нужна консультация по бизнесу. Обычно каждую среду есть прием. Вот это тоже нужно сделать. Теперь, спектр услуг, как я начал говорить. Есть вот эти семинары. Там целый спектр семинаров по разным вопросам. Главное, это действительно бесплатно, это свободно. Пожалуйста, никто не заставляет ходить, кроме жизни. По жизни советую походить. Далее. У вас родилась идея, мы помогаем ее оценить, посчитать, построить модель. Понятно, вообще это прибыльно. При каких условиях это будет прибыльно? Сколько денег нужно приготовить, чтобы хотя бы иметь первый экономический ориентир? Идея, скажем, разумна, и модель разумна, вложить нужно денег больше, чем вы можете себе позволить. Или просто вы не хотите использовать свои деньги в полном объеме, хотите воспользоваться заемными средствами. Существует возможность подготовить бизнес-план и обратиться в целый ряд фондов, которые предлагают суды от нескольких десятков тысяч шекелей до нескольких сот тысяч шекелей на разных условиях. Не могу сказать, что это очень работные условия, но тут скорее вопрос даже не условий. Потому что новому репатрианту прийти в банки, получить хорошую суда в достаточном объеме, ну, непросто. Нет банковской истории. Кредитная история – это очень важная штука. Да, кредитный рейтинг. Невысок, понятно, человек только приехал, естественно. А вот эти фонды, они как бы приспособлены для того, чтобы давать суды именно на начинающих предпринимательствах. Значит, необходимо подготовить бизнес-план. Вместе с нами мы делаем бизнес-план, подаем фонд. И, кроме всего прочего, человек имеет право получить личного консультанта, личные консультации. На сегодняшний день до 20 часов. Тоже, как я сказал, все бесплатно. Бесплатные консультации. Консультанты могут быть разные. То есть, их можно разделить только консультантами. Вот это комплекс услуг. Давайте поясним, секундочку, поясним по поводу вот этих индивидуальных… Во-первых, по поводу курсов. Значит, курсы проводятся регулярно в разных, так сказать, мате. Курсы бывают там по финансам открытия бизнеса, бывают по маркетингу рекламе. Они, как правило, между собой не пересекаются. По поводу консультаций. Индивидуальные консультации положены каждому новому репатрианту, который думает открыть бизнес, собирается, не собирается. То есть, как бы он не обязан к этому временем иметь открытый бизнес. То есть, 5 часов первых… Ничего его не обязывает. Совершенно верно, его ничего не обязывает. То есть, любой человек, который только раздумывает и хочет получить побольше информации, я совершенно правильно сказал в самом начале, что не торопиться открывать бизнес, но собирать информацию желательно начинать как бы заранее. Так вот, первые пять часов он может получить без открытия бизнеса и получить как бы индивидуального консультанта, либо по финансам и открытию бизнеса, либо по маркетингу и рекламе, и с этим консультантом, так сказать, в индивидуальном порядке все проговорить. Причем эти консультации бывают как, так сказать, очные, то есть когда ты сидишь в офисе, также можно это проводить по онлайн, по удаленке. Окей, продолжаем. Так вот, следует учитывать, что эти консультации персональны, то есть муж отдельно, жена отдельно, и право нового репатрианта на всю эту систему поддержки 10 лет с момента репатриации. Поэтому спешить некуда, осмотреться, понять, что вы можете, в чем вы разбираетесь, хоть какие-то приобрести первичные контакты, навыки местные, и дальше все дороги открыть. Далее, вот еще что. Есть специальная программа, называется стартап. Это программа для тех, у кого идея, скажем так, она еще коммерчески неспелая, то есть это требуется разработка, это какая-то технология, которая требует серьезных инвестиций. И, возможно, она вообще очень нескоро станет прибыльной, и все это выльется в хороший экзит или что-нибудь в этом роде. Но есть специальная программа поддержки тех, у кого такие идеи есть, специальные консультанты, это все в рамках программы Министерства абсорбции, специальные консультанты, свои семинары, свое бизнес-сопровождение, подготовка бизнес-планов, подходящих для бенчурных фондов, для технологических теплиц, для управления, обновления Министерства экономики, там, где можно получить финансирование для стартапов. Это тоже важно, поскольку новое, я назовем это так, представлено в значительной степени людьми, связанными с миром высоких технологий. Окей, как проходят встречи, как создавляются бизнес-планы, какую помощь может получить человек материально, о каких суммах может идти речь при получении суд из различных фондов? И, кстати, вот еще пару слов я хотел бы, чтобы вы сказали про так называемую Алимовскую суду, про нее очень часто спрашивают. Начнем вот с чего. Начинаете все с первой встречи. На первую встречу надо желательно ответить со списочком вопросов, своих вопросов, потому что наши консультанты вообще-то знают, что нужно говорить, уже за многие годы выучили. Но! Приходите со своими вопросами. Вот прямо по ним методично можно ответить. Для того, чтобы вы не задали вопросы, которые вы не задали, мы и так ответим. Потом. Вот. Ну, чтобы было понятно. И начинать нужно с идеи. То есть, когда меня начинают спрашивать, а вот как налоги платить, а вот там как, я не знаю, там с банком работать. У меня в первую очередь говорят, а делать-то что будет? Вот что главное. Это все приложится. Потому что если идея хорошая, то будет еще платить налоги, и тогда разберемся. А если идея так себе, так все равно ничего не получится. При чем тут налоги? Начинать нужно с идеи. Вот. Первая встреча. После этой первой встречи консультант говорит так. Он советует. Никто ничего не обязан никому. Но он советует. Пойти на семинары, например. Потому что вот эти вопросы я вам тут за час немножечко ответил, но то, что вы получите в семинарах, это намного больше. Конечно, это та база, которая предпринимателю необходима. Дальше. Если идея действительно требует каких-то экономических расчетов, давайте будем считать. Давайте будем строить модель. Если, построив модель, придем к выводу, что требуется серьезное финансирование, значит, тогда есть объяснение, какие фонды, какие условия подбирается соответствующий фонд. Строится бизнес-план по шаблону, который требует данный фонд. Фонды немножко отличаются по своим шаблонам, по своим требованиям. Причем, опять повторяю, сегодня есть фонды. Вот, скажем, новый фонд недавно заработал. Новый старый фонд, он был уже сейчас, в новой ипостасе. То же самое. До 90 тысяч без процентов. Без привязки к индексу цен вообще. Вот совсем. Это совсем свежее. То есть это какая-то мечта просто? Нет, это был. Ну, если помните, было несколько лет назад. Была Агуда истралитель Адваот Белор-Реби. Израильское мнение беспроцентных судов. Они потом превратились в такую финансовую организацию. И они все время продолжали давать частным лицам беспроцентных судов. А сейчас они вернулись к выдаче суд бизнесов до 90 тысяч без процентов без привязки. Суда маленькое на самом деле. Далеко не всегда решают проблемы. Есть фонд, есть фонд поддержки малых бизнесов под госгарантии, есть фонд Оген, Якорь. Это общественный фонд, но очень похожий. Сумма до 500 тысяч шекелей на срок до 5 лет. С возможностью отсрочки. Процент в общем очень похожий. Сегодня это 6,25 годовых. В общем, требования очень похожие. Так что возможность финансирования получения есть. И, кстати, в банке сегодня тоже есть идея достаточно хорошая. Человек пришел не совсем приземлившийся новый репатриант, а человек, который уже здесь несколько лет отработал. У него есть опыт, у него есть кредитный рейдинг, банковская история. То мой совет – посмотреть, что творится в банке. Не исключено, что и в банке можно сегодня получить приличную финансирование. Вполне приличная финансирование. Давайте несколько слов скажем о том, какие формы бизнеса существуют. Человек планирует открыть бизнес. Понятно, он хочет собрать информацию. То есть, какие существуют регистрационные формы бизнеса и каким образом они открываются? Смотрите, формы-то юридически всего две. Частный бизнес и компания. То есть, если брать аналог, наверное, российский, скажем, ИП, он же самозанятый. Мне очень нравится этот термин. И ООО. Мне тоже нравится название. Частный бизнес и компания. На иврите. Отсоединяйте. Очень часто юридический статус путают со статусом в управлении налогом добавленной стоимости. Вот там статус немножечко по-другому. Там речь идет так. Если у вас совсем маленький бизнес, вас освобождают просто от работы с НДС. Ваш юридический статус тот же самый. Вы частный предприниматель. Но у вас маленький оборот. Меньше 100 тысяч в год. Ну, точнее, 100-2 тысяч в год. На сегодняшний день. И тогда говорят, вы такие маленькие, мы вас освобождаем от работы с НДС. Это упрощает жизнь. Это совсем просто. И такой бизнес можно отбирать, действительно, самостоятельно онлайн. Вообще. И всего лишь раз в год один отчет. Все. То есть чисто гипотетически, если человек уже, так сказать, не первый год в стране, то вообще даже ведение вот этой формы учета у сайта Патуры может делать самостоятельно. Это маленький бизнес, а там нет учета, собственно говоря. Выписывай квитанции, храни копии. В конце надо годовой отчет. Следующее, наше время неумолимо заканчивается, поэтому давайте быстрее. Вот все, что есть в Израиле. Процедура регистрации одна и та же для всех. Налоговые органы, заполняем бланки. Где-то можно онлайн, где-то вынуждены. Письменные. Если бизнес побольше, советую лучше взять бухгалтера. Это будет стоить денег. Сама регистрация бесплатная. Это будет стоить денег. Самый бухгалтер, со своей студией берет деньги. Но все равно, когда форма бизнеса более серьезная, то есть вот этот бизнес, который работает в СНДС, есть текущие отчеты, которые все равно потребуют бухгалтера. Так уж берите бухгалтера, он вас оплатит. А вообще это последний шаг в создании бизнеса. Когда вам кто-то готов что-то заплатить. Пока вам доходы перед вами, нет смысла регистрироваться. Вы можете себя рекламировать, можете заключать договоры. Можете делать все, что угодно. И тратьте деньги, естественно. Потому что государство ваши расходы не интересует. Какие все это, ваши доходы. А все, что вы сделаете в течение шести месяцев, тоже будет близко, как ваши расходы до открытия бизнеса. Поэтому не надо никуда спешить. Ну вообще надо подчеркнуть, что в Израиле открытие бизнеса. Как говорят, открыть бизнес гораздо сложнее, чем его потом закрыть. Проще открыть, чем закрыть. Да закрыть тоже не сложно. Маленькое уточнение. Когда создается компания, то там, вероятнее всего, приходится обращаться к услугам адвоката. Потому что там требуется... Да, там нужно регистрация министерства. Но я специально о компании не говорю. Как правило, новые репатрианты приходят с такими идеями, там компания просто не нужна. Ну это не совсем так. То есть мне доводилось сталкиваться тоже как к бизнес-консультанту, когда приходили уже с готовым идеей, что там надо было открывать компанию. Но тем не менее, вы совершенно правы. В основном, то есть надо подчеркнуть, что открывать бизнес, регистрировать бизнес надо в тот момент, когда вы, как я люблю говорить, за минуту до того, как вам должны отдать первые деньги. Совершенно верно. Еще одно уточнение. В Израиле нет отличия ни в предмете деятельности, ни в объеме, ни в праве на работу между компанией и частным бизнесом. В принципе, разницы нет. Поэтому есть частные предприниматели с миллионными оборотами, но не хотят они открывать компанию. Это нормально. Открывать компанию, это надо сразу же сказать, что она дороже в эксплуатации. То есть там раз в год ты платишь управлению компанией, не платишь налог, больше стоит бухгалтерский учет и так далее. Поэтому на первом этапе не рекомендуется, есть свои преимущества. Но это уже тема другой встречи. Цви, большое спасибо, что побеседовали с нами. Спасибо за это интересное. Я думаю, что мы продолжим. Если будут вопросы, мы продолжим вообще эту тему. Тема действительно нужная и интересная. Я напоминаю, что с нами беседовал бизнес-консультант, экономист Цви ТРФ. Наша программа подошла к концу. Вел ее Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания.